В экзамене могли принять участие все желающие, и не только мамы и папы, а бабушки и дедушки. Пункт проведения экзамена в школе номер один был готов принять всех, кто захотел бы попробовать себя и сдать историю в форме ЕГЭ. Но на экзамен заявилось только 28 взрослых, причем они представляли разные школы округа. С каким настроением вы сегодня пришли для того, чтобы попытаться сдать ЕГЭ? Ну, наверное, с хорошим настроением. Верите в свои силы? Ну, надеюсь, что да. А если серьезно, что заставило вас принять участие вот в этой акции «Родители сдают ЕГЭ»? Ну, попробовать, почувствовать, как наши дети сдают. У вас кто-то будет сдавать? Да, дочь. Дочка в 11 классе уже? В девятом. В девятом. А вдруг за два года возьмут и отменят ЕГЭ, а вы тут сейчас будете пробовать, напрягать память, сдавать экзамен? Ну, что будет, то будет. Будем надеяться на лучшее. Сдача ЕГЭ родителями проходила точно так же, как и проходит у выпускников. Строгая проверка соответствия паспортных данных со списком. Все вещи, вплоть до очечников и тем более телефоны, сдаются в камеру хранения. Проверка металлоискателем. А Лариса Горелова, руководитель ППЭ, пункта проведения экзаменов, подробно рассказывает родителям правила. Например, что нельзя с собой брать в аудиторию носовые платки, даже бумажные. В воду – небольшую пластиковую бутылочку, часы – только с циферблатом, электронные – под запретом. Лекарства с собой тоже брать нельзя. Они отдаются дежурному медику, и при необходимости он ведет препарат и окажет всю необходимую помощь. У входа в аудиторию еще одна проверка-сверка. Потом инструктаж уже перед получением контрольных избирательных материалов. И начинается сам экзамен. Правда, были и небольшие отступления. Например, выпускникам на сдачу ЕГЭ по истории дается три часа. Родителям дали час, и писали они только первую часть. И если детям надо было сдавать экзамен за весь курс, то на родительском ЕГЭ ограничились периодом СССР и Великой Отечественной войной. Тем более, что акция в этом году приурочена к 75-летию Победы. Зачастую при беседах с родителями у них еще старая версия сдачи экзаменов, и они не понимают всей строгости, важности и тонкости ЕГЭ. Поэтому многие недопонимают важности, а некоторые, наоборот, ее нагнетают. Тревожность среди детей и среди родителей. Поэтому данная акция, я думаю, сгладит психологический настрой родителей. Они почувствуют себя на месте детей, поймут, что это не так страшно, и со всем можно справиться благополучно. Через 20 минут первые работы были сданы. Еще через 20 все работы запечатаны в конверты, отнесены в штаб, и уже там конверты вскрываются, и задания сканируются, чтобы быть отправленными на проверку. Мне сложно было. Я не историк, честно. Я хотела попробовать свои силы. Но буду повторять все. Буду просить сына, чтобы он мне заново повторил всю программу. Но на ваш взгляд, вот вы сегодня на своей, так сказать, на себе испытали, что же такое сдавать ЕГЭ. Это действительно так страшно, сложно, ужасно, смертельно? Или все-таки это вполне разумная, адекватная процедура? Я думаю, что для нас, для взрослых, это разумная процедура. А дети, они к этому не совсем готовы, но надо их готовить. Будем готовить. А свои результаты по итогам сданного ЕГЭ по истории родители получат уже на будущей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова